И вот еще одна просьба о помощи. Это письмо пришло к нам из Америки, из Сиэтла, штат Вашингтон. Мы родились в городе Саки, это Крымская область. Попали в интернат 4 года. Мне было 4 года, моей старшей сестры 7. И выросли там вместе с ней. И мы были всегда вместе. Она для меня была самым близким человеком. Она была мне как мама, как папа, как сестра. В тяжких моих ситуациях она говорила, как поступать, что лучше, что хуже. Иногда даже она меня наругает. Но в постели, когда мы засыпали, она всегда меня пожалеет, обнимет, поцелует. И скажет, прости, сестренка, я больше так не буду. Когда мы выросли, наши дороги с ней разошлись. И я поехала учиться в училище в другой город. А она уехала к родственникам в город жить. Я к ней приезжала, навещала ее по субботным воскресеньям. Но когда мой парень сделал мне предложение, мы решили сыграть свадьбу, я приехала ее пригласить. И когда приехала ее пригласить, ее муж сказал, что ее нету, что она уехала в Крым на заработки. После этого я каждый год приезжала, все спрашивала, нету никаких ли новостей. Ничего не было. И в 2003 году мои друзья посоветовали мне подать на программу «Жди меня». Я подала на «Жди меня». Но через некоторое время мы уехали в Америку, и у меня больше не было возможности часто приезжать. И больше я ничего не знала. Наташа, если ты смотришь это видео, если ты разыскиваешь нас, мы очень тебя ждем. Дорогая Наташечка, я хочу очень тебя сильно увидеть. И я надеюсь, что это скоро произойдет. Я тебя очень люблю. Когда наши позвонили Ольге в Сиэтл и предложили ей прилететь в Москву, она даже не стала спрашивать, зачем. Просто взяла билет на самолет мужа и прилетела. Добрый вечер. Добрый вечер, Оля. Добрый вечер, Оля. Хочу вам сказать, что искать людей, которые вот так же, как у вашего сестра, уехали на заработки и пропали, крайне сложно. И чаще всего они нигде не зарегистрированы. И кроме того, вы же понимаете, что если человек так долго не дает о себе знать, это значит, что едва ли у него так уж все хорошо. Вы готовы к тому, что, может быть, вашей сестре нужна ваша помощь? Да, я готова. Я думаю, что вы очень правильно сделали, что искали ее. Очень правильно сделали, что прилетели. Посмотрите, пожалуйста, на экран. В апреле этого года, буквально возле дома, видела молодую женщину беременную. Не очень хорошо одетую. Шел дождик, и вот так и познакомились. Просто спросила, вы ждете ребенка? Она сказала, да. Спросила, есть ли что для ребенка? Ну, она ответила, нет. Поехала домой. Разобрала детскую кроватку, которая уже выросла, дочь. Коляску, какие-то все вещи для новорожденных, которые были. Ну, собрала пакетами, привезла. Вот, чтобы хоть какой-то быт обустроить для появления ребенка. Ну, вот с того и посыпался град вопросов. Как пеленать, как купать, как кормить, что делать. Я у нее спросила, говорю, ты не хочешь кому-то из родственников, вот тут здесь сидишь, там, бабушка, или кому-то показать сына? Симпатичный мальчишка вырос. Говорю, ну, просто как, ну, похвалиться, что ли. Ну, она мне вот и в двух словах рассказала, что, в общем-то, сама с Украины, что никого уже нет. Есть сестра, есть, может, там, дядя с тетей. И она очень много лет, больше 10 лет, не имеет ни связи никакой, не общается, просто растерялись вот связи. И именно по этой причине. И то, что вот она нам сказала, что они воспитывались в интернате, возвращаться, в общем-то, некуда, и некому, и никто не ждет. А вот как связаться с сестрой, она не знает. Ну, и тогда пришла новая идея написать вашу передачу. Вот именно с такой вот просьбой помочь найти эту сестру. Хорошо, когда кто-то рядом, близкий есть. Мне показалось, что, может, ей даже вот будет приятно, там, сказать сестре, вы понимаете, что я стала мамой, там, ну, вот поделиться какими-то, может, ей по-девчачьи о чем-то так вот посудачить. А так, получается, ей некому. А вы знаете, сестра уже давно ищет ее. Да вы что? А-а-а, слов нет. Мы когда об этом скажем? Сегодня или тогда? Прямо сегодня? Фух. Вы меня волноваться заставили. Не ожидала. И думаю, что для Натали это будет полнейшая неожиданность. И, наверное, скорее всего, такое же шоковое состояние, как и для меня. Привет. Так, там, малой, там не продует? Нет. Заходим? Наташ. Твою сестру нашли? Больше тебе скажу, Наташа. Она тебя 10 лет уже искала. Давай его первую. Она тебя 10 лет искала. Она ездила в Украину, представляешь? Она очень далеко живет. Она не в России живет. И она тебе очень все эти годы помнила. И как бы вот, в общем, вот так. Я помню, что мы были маленькими. Нас просто... Вот даже до сих пор это помню, что она приехала в милицию. Я забрал. Просто я сейчас как вспоминаю, она меня вцепилась. На таз, на таз. А до сих пор помню. Ну, ее забрали силой от меня. На площадке только виделись, когда гулять выводили. А так не пускали друг друга. Можно было спрятать конфету, вынести. На полдень давали. Спрятую конфету там или яблоко. Или ей отдавал. Ну, в тихоряшку, то не видел даже. Хочется увидеть уже ее. Да и хорошо, что хоть нашлась. Хочу увидеть ее, обнять ее. Просто не могу даже, я пристаю. Как это все будет выглядеть. Она здесь. Наташа. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Я 13 лет искала. Спасибо вам большое. Хорошо.